здравствуйте меня зовут светлана и хочу поделиться с своим отзывом о марафоне о депривации сна светланы лавровой вообще без подготовки без всяких заученных фраз без всего просто то что сейчас пойдет то пойдет то скажу ну во первых то что сон это дурная вредная привычка это я знала всегда это я знала с детства что сон это дурная и вредная привычка и сравнивал и очень часто со сладким сладкая же тоже дурная вредная привычка и мы все это всегда с детства знали но всегда себя баловали и сон тоже самое это дурная вредная привычка это я знала всегда то что сном можно просто перезагружаться вот фазно например раз так отключиться все отключите самой самое главное что чик вот провалиться провалиться и тут же встать сразу умыться все все вот этого хватало еще на часов 6 45 перезагрузок в сутки такие и все это сутки можно спать час это я знала с детства это я знала с детства что есть вот такой вот шикарный ключ не спать много успевать много делать находиться всегда в тонусе это вот ну знал такие вещи мне они казались элементарные вот то что сама светлана сказала очень много нового интересного даже порой там сказочного это конечно но оно зашло зашло мне потому что я еще раз повторяюсь что я знакома была что сон это дурная и вредная привычка как избавиться от него ну просто захотеть если человек хочет он найдет если человек он найдет возможности а си человек не хочет он найдет причины но нет причины почему спать почему он уставший почему он холодный голодный и все остальное и сон и еще в что главное хотел сказать и вообще вопрос еще такой сразу и ответы вопрос к Светлане. Вот все говорят. Царство, или как это, морфия. В царство морфия. Я пойду, там такая привычка есть говорить. Или морфия. Ну, в общем, вот так. И сам наркотик морфии. Есть ли взаимосвязь? Мне кажется, прямая, когда человек входит в глубокую сна, в глубокую фазу сна, у него в организме самопроизвольно начинает вырабатываться вот этот наркотик. Чистый морфий. И поэтому он утром не может проснуться. А когда он просыпается, у него, значит, все это... Ну, как расслабленность, потеря ориентации он не может понять. Ну, хотя он понимает, конечно. Ну, вот так вот. Марафон зашел. Отлично. Вообще не жалко ни времени, ни денег, конечно. Ну, это не деньги, 3000, но тем не менее. Благодарность тем, кто участвовал, благодарность тем, кто был вместе, с кем мы были вместе в этот момент, в этот миг. И благодарность, конечно, Светлане. Бесконечная благодарность за то, что делится ценной информацией. Всех вас люблю и обнимаю. Продолжение следует... Поехали.